Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на заключительной торговой сессии этой недели. Миновала еще одна торговая неделя. Мы пережили все то, что творилось сейчас касательно Брекзита. К сожалению, не можем сейчас говорить о том, что с рынка убран один из основных факторов политической неопределенности. Я не раз говорил о том, что то, что творится сейчас в Англии, это самый громкий, нравится мне это выражение, бракоразводный процесс политического уровня в современной истории. Мы ориентируемся на следующие даты, которые, с одной стороны, не скоро еще должны, опять же, прийти на повестку нашего обсуждения. Все-таки для Брекзита это 29 марта. С другой стороны, время очень быстро, неумолимо движется вперед. Я думаю, что не успеем мы глазом моргнуть, как наступит этот самый март. И мы снова упремся в какую-то определенную дату, когда нам нужно будет быть крайне бдительными, крайне осмотрительными. И снова нужно будет пытаться понять, что произойдет с Англией дальше. Кроме того, исходя из последних вводных, еще не факт, что 29 марта это та самая дата, на которую нужно ориентироваться. Поскольку есть предположение, я думаю, что оно в конце концов реализуется. То, что Тереза Мэйхи пытается выиграть время, сейчас протащит на законодательном уровне возможность продления сроков и инициирования 50-й статьи. Не знаю, на сколько, может быть на месяц, на два, но это все равно какое-то время, которое сейчас Терезе Мэй явно нужно. Она сохранила за собой премьерское кресло, поэтому сейчас ей нужно попробовать прыгнуть выше головы, чтобы сплотить палату общины и убедить их в том, что нужно все-таки поддержать тот проект соглашений, который ранее был согласован ею с Европейским Союзом и, к сожалению, за который пока что не проголосовали в кабинете министров. Вопрос остается подвешенным, но судя по тому, что происходит сейчас с британской валютой, мы уже делали акцент на то, что явно на рынке сейчас больше позитива. Участников рынка вдохновляет идея, что жесткий Brexit идет с какой-то отсрочкой, если и вообще еще состоятельный. И снова появились надежды на то, что, возможно, Англия выйдет из состава Европейского Союза с сохранением доступа к единому европейскому рынку, таможенному рынку, с сохранением прежних договоренностей, если сейчас Тереза Мэй все-таки задействует имеющиеся, возможно, имеющиеся, хотя вряд ли, какие-нибудь козыри, чтобы поднадавить на тех скептиков, которые ранее не проголосовали за тот план, который она предложила. Фунт, друзья, будет оставаться центральной фигурой рынка Форекс, для нас фундаменталистов, потому что это серьезное событие, оно влияет не только на то, что происходит в Англии, оно влияет и на еврозону, да и в целом на всю мировую экономику, потому что сколько раз мы уже убеждались, что высокопоставленные политические чиновники, опять же, и прочих регионов касаются этой темы, потому что, понимая проблемы Англии, они в конце концов могут еще больше застопорить темпы мирового экономического восстановления, привести к перераспределению мирового потока капиталов, которого по масштабам еще не было. Поэтому и внимание, собственно, к этому событию было значительным, мы тоже среди всех тех, кто следит за тем, что происходит. В данном случае на этой неделе, несмотря на попытки попробовать сыграть на снижение британца, исходя из-за роста политической неопределенности, ни в коем случае такой подход к трейдингу критиковать не нужно, потому что он был абсолютно оправдан, и мы видели, опять же, британца на очень низких уровнях, вот по итогам, еще до голосования по соглашению во вторник, после последовало восстановление, и даже сейчас, друзья, вчера мы говорили о том, как действовать по британцу дальше, даже сейчас я повторяю свою позицию, что до тех пор, пока на рынке не будет озвучен план «Б», таинство, оно, вот это завеса неопределенности, оно очевидно, друзья. Мы не знаем, какие решения, на какие меры дальше пойдет РЗМ, и как она вообще видит ситуацию дальнейшего выхода из состава Европейского Союза. Верит ли она в том, что ей удастся сплотить тех представителей парламента, которые не поддержали ее позицию ранее. Сроки сейчас едут, друзья, вот буквально вчера мы говорили со ссылкой, опять же, на ТРЗМ, о том, что она представит план «Б» в понедельник, собственно, под закрытие торговой сессии, вчерашняя, увидел новость о том, что, возможно, все произойдет уже и сегодня. Я предлагаю пока что лишь признать тот факт, что целесообразно все-таки не отказываться от достаточно высокого, опять же, показателя неопределенности, и целесообразно не отказываться от коротких позиций, ну, пока не анонсирует этот самый план. Поэтому я в коротких позициях сохраняю, собственно, свой трейдинг по британцу сегодня, и, скорее всего, если план «Б» будет представлен в понедельник, придется поддержать еще эти короткие позиции и в начале следующей недели. Если план «Б» будет анонсирован, если он не станет причиной резкого изменения рыночных настроений, и действительно будет направлен на решение задачи, дать возможность ТРЗМ выиграть время, то есть через отсрочку инициирования 50-й статьи и анонса срока официального выхода Англии состава Европейского Союза, то, вероятно, допуская, что на следующей неделе, друзья, мы будем искать точки, уровни, с которых британца будет целесообразно уже купить. Ну, теперь опять мы уделили очень много времени фунту. Прошу прощения за это, друзья, я знаю, что многих он уже, собственно, достал. Ну, что делать? Фунт – герой, собственно, этой недели, и, возможно, он сохранит за собой этот статус еще и на следующей. Давайте перейдем к слежанию экономического календаря. Сегодня вроде бы как неплохое и интересное закрытие недели нас ожидает. Это в 12.30 роничные продажи Англии. Не знаю, интересен ли вам этот отчет лично, мне – нет, потому что я не делал акцент на этой неделе на данные по инфляции, потому что рано еще говорить о том, что произойдет с монетарной политикой. То же самое, роничные продажи не имеют сейчас никакого влияния на ценовые показатели британского валютного актива и британского фондового рынка. В 16.30 данные по инфляции в Канаде. Вот этот отчет уже интересный. Я уверен, что пара доллар-канадец сегодня по факту этого релиза точно покажет динамику пунктов на 100. Цели остаются прежними. Я склоняюсь в пользу того, что у пары есть очень много шансов достигнуть планки 1.30. Кстати, чуть позже по ходу брифинга я попробую объяснить, с чем было связано вчерашнее ослабление канадского доллара и рост американца. В 17.15 сегодня промышленное производство по штатам и в 21.00 отчет Бэкки Хьюз по количеству нефтяных терминалов в США. Что касается рынка нефти, пока все идет так, как нужно, друзья. Нефть растет. 61.20 это закрытие вчерашней торговой сессии. 61.65 это те котировки, которые мы видим сейчас. Закрепление выше уровня 61.00 конечно же подняло вероятность на реализации сценария последующего тестирования нашего целевого ориентира в 65 долларов за баррель. В рамках внутри дня мы видели то, что нефть испытывала определенное давление. На повторном анализе статистики по запасам, опубликованной в среду, мы сделали акцент на снижение запасов нефти. Но медведи высмотрели, скажем, и поддержку для себя в увеличении нефтедобычи в Штатах на 200 тысяч и в резком увеличении запасов дистиллятов и бензина, то есть нефтепродуктов. Я специально сейчас не увожу вас, друзья, в плоскости снова обозначение только лишь медвежьих перспектив. Конечно же есть сигналы, их довольно-таки много, о том, почему нефть остается долгосрочным аутсайдером. Но мы еще вернемся к такому подходу торговли к нефтянке. Сейчас рынок развивает восходящую динамику и мы уже несколько недель пробуем приобщиться к этому росту и пробуем снять сливки с этого локального отката. Цель я отметил 65 долларов за баррель. Ну а что касается позитива в рамках вчерашнего дня, то, конечно же, он был. Этот позитив, прежде всего, был представлен комментариями администрации США о намерениях и возможности снятия некоторых таможенных тарифов с Китая, для того, чтобы создать своего рода мотивацию и стимул для Пекина, чтобы те были более проактивными в вопросах преодоления торговых разногласий. Эта новость пришла со ссылкой на Wall Street Journal буквально после 19 часов вчерашней торговой сессии и в моменте привело к укреплению доллара, друзья, к росту американского фондового рынка и восстановлению котировок нефти. То есть всплеск волатильности и импульсный рывок был довольно очевидным и я связываю только с этой новостью. Помимо еще одного доказательства потепления отношений между США и Китаем в качестве других причин, по которым нефть росла, можно выделить и вчерашний доклад ОПЕК. Мы про него также говорили. Я делал акцент на то, что это очень важный релиз. ОПЕК, цифры, которые были представлены, это уже официальные данные со ссылкой на первый источник. Ранее, вы помните, у нас была оценка S&P Global Platts, отметившая, что ОПЕК в декабре снизили добычу на 630 тысяч. Но, как и ожидалось, сами официальные цифры от ближневосточного картеля оказались несколько приукрашенными, потому что по цифрам самого ОПЕК они снизили добычу в декабре на 751 тысячу до 31,6 миллиона. Саудовская Аравия сократила добычу на 468 тысяч. Сегодня нас ожидает отчет Международного энергетического агентства. Тоже будут отсылки на то, какой регион и насколько сократил добычу. Друзья, это потенциальный тоже фактор поддержки для котировок нефти. Мы будем ждать эти цифры. Мы видим то, что и сейчас рынок нефти пребывает в позитивном, собственно, настрое. Ждем 65, это цель, которая, на мой взгляд, будет сделана уже в самое ближайшее время. Рубль 66,35. Хочется отметить, что то, что творится сейчас с российской валютой, это, друзья, скажем, счастливое стечение обстоятельства. Потому что на текущий момент рубль отыгрывает не только позитивную динамику на рынке черного золота, но и совсем недавно прошедший первый аукцион Минфина после довольно длительной паузы. Я даже не припомню, когда в 2018 году последний раз размещался Минфин. Наверное, это было в сентябре или даже в августе. Собственно, после такой длительной паузы Минфин снова попробовал разместить облигации. Все три выпуска бандув были размещены в полном объеме. О чем это говорит? Это говорит о том, что на облигации есть и спрос. Теперь давайте попробуем разобраться, с чем это было связано. Это было как раз связано с тем, что на рынке сейчас сложилась речайшая ситуация, когда развивающиеся рынки, среди которых Россия, выступают своего рода тихой гавнью. Потому что Штаты скованы по рукам и ногам шаутдауном. Соответственно, американским сенаторам сейчас нет времени для того, чтобы погружаться с головой снова в новый виток консенсационной агрессии против России и поднимать вопрос вот этих ограничений против российской экономики. Еврозона сейчас следит за Брекзитом. Ну и, в принципе, находится под некоторым колпаком макроэкономического национального негатива. Потому что сколько раз, друзья, мы уже с вами говорили о высокой вероятности рецессии. Пусть сейчас вероятность ее не так высока, но в то же время макроэкономическая картина продолжает ухудшаться. Другой регион Англии это вообще Брекзит, который сейчас, собственно, заставляет Англию также выступать одним из самых опасных регионов среди развитых рынков и провоцирует инвесторов выводить капиталы в другие рынки. Ну куда? И вот сейчас на фоне еще восстановления цен на нефть действительно одним из лучших таких и самых оптимальных небольших островков спокойствия выступает российская экономика. Но при этом, друзья, давайте быть реалистами все-таки. Я очень хочу, чтобы вы понимали, то, что аукционы прошли успешно, это не свидетельство и не признак того, что изменилось отношение инвесторов к российской экономике. в нее поверили и решили, что она, достигнув дна, будет дальше только подсветать. Нет, это следствие ухудшившейся, резко ухудшившейся экономической конъюнктуры, которая сейчас играет на руку, собственно, и российскому фондовому рынку, и долговому рынку, и оказывает поддержку рублю. Ну, раз уж мы сделали оговорку о том, что лучше быть реалистами, друзья, я надеюсь, что вы вместе со мной ставите на то, что российская валюта будет испытывать прежний прессинг, потому что рано или поздно негатив на рынок вернется. И к этому негативу нужно быть, безусловно, готовыми. Я рекомендую вам сейчас пользоваться возможностью, которая фактически подарена текущей динамикой по паре доллар-рубль, возможности, чтобы купить валютных оппонентов рубля, евро и доллара по очень низким уровням. Эта сделка принесет вам хороший профит, я думаю, что в перспективе уже ближайшего полугода. Дальше идем. Доллар японская иена, 109.33. Рост. Я уже отметил, что на рынке буквально под закрытие вчерашней торговой сессии появился катализатор для того, чтобы упрочили свои позиции американский фондовый рынок и доллар. Это комментарии, связанные с отсылкой на Wall Street Journal о намерениях США снять ряд импортных тарифов против Китая. Не будем сейчас с головой уходить в обсуждение, о каких там товарах может пойти речь. Это совершенно не важно, друзья. Важно то, что у доллара появилась сейчас новая надежда на то, что до марта Трамп, как он не раз уже комментировал, попробует вывести уже страны на двухсторонние соглашения и снять, пожалуй, самый главный вопрос неопределенности, самый главный фактор рисков с мировой экономики. До поддержку, собственно, оказал еще доллар отчет по заявкам на пособие по безработице. Но я думаю, что его влияние на доллар было крайне минимальным. И, наверное, мы сейчас можем говорить о воздействии положительным этой статистике на американца. Но только потому, что доллар действительно вырос вчера. И вырос он в том числе после того, как вышла вот эта статистика. Но по рынку труда, я думаю, что мы с вами очень хорошо разбираемся в состоянии этого сектора. И, наверное, нет смысла делать акцент на то, что этот сектор американской экономики будет тащить, собственно, доллар дальше. Все-таки рынок труда – это не единственная область американской экономики, которую нужно иметь в виду, оценивая перспективы экономического роста и самого доллара. Сити, кстати, прогнозирует по-прежнему, что уже через 5 месяцев, 5-6 месяцев пара доллар-иена будет котироваться в районе 103 иен за доллар. Это куда более пессимистичный сценарий, чем ставлю я. Я считаю то, что доллар-иена сможет скорректироваться до 105 с учетом, опять же, тех проблем, которые я неоднократно озвучивал. Не забывайте, друзья, что вот американский фондовый рынок, пусть они сейчас и растут, но этот рост происходит в условиях очень серьезной неопределенности из-за шатдауна и непредсказуемой по содержанию дальнейшим выходом отчетов квартальной деятельности компании. Сезон уже стартовал. Пока что, да, порадовал банковский сектор, скоро будет отчитываться IT. Я думаю, что он как раз дров и наломает в плане роста скепсиса и снижения уверенности в том, что восстановление американской экономики будет настолько же стабильным, как и в прошлом году. Поэтому по доллару-иене, даже несмотря на восстановление, которое мы видели в приоритете, я считаю, что нужно держать короткие позиции. Для тех, кто не продавал американца раньше, считайте, что вам так же повезло, как и в ситуации с долларом, к примеру, рублем, когда есть возможность купить по более интересным и перспективным уровням. По доллару-иене предлагаю поставить отложку sell limit с отметки 110.10. И если пара доллар восстановится в ближайшие дни до этого уровня, я думаю, что выше он на текущем фундаменте вряд ли будет иметь возможности, чтобы сходить. Доллар канадец 1.3277. Мы ждем сегодня данные по инфляции. Друзья, интересует прежде всего базовый показатель индекса потребительских цен, потому что основной, скорее всего, немножко просядет из-за снижения цен на углеводороды. Банк Англии прекрасно понимает, что снижение основного индекса потребительских цен это следствие ухудшившейся экономической конъюнктуре на рынке черного золота. Это вряд ли повлияет на перспективу денежно-кредитной политики. А вот базовый показатель, он как раз не учитывает цены на продовольственные товары и, собственно, нефть. Поэтому будет отражать объективную картину потребительского спроса. Если мы все-таки сможем увидеть прирост хотя бы на 0,1%, это, конечно же, будет сетиезным сигналом в пользу того, чтобы уже в марте Банк Канады решился на повышение процентной ставки. Сделка, друзья, сегодня под выход отчета. Селстоп 1.3240. Надеюсь, что нам повезет. Американский фондовый рынок USA30 до Джонса 24400 пунктов. Вчерашняя торговая сессия закрылась ростом. Основу в USA составляет промышленный сектор, который наиболее чувствительен, собственно, к изменению во внешней торговле. И, как я уже отметил, после того, как США обратили внимание снова на себя, с точки зрения комментария, о готовности предпринять дополнительные действия, чтобы создать условия для выхода Штатов и Китая из торгового тупика, это немножко взбодрило промышленный сектор. Вчера вырос на 1,5%. Американский фондовый рынок снова подтянулся 24400 пунктов. Это USA30. Друзья, я предлагаю продавать американский фондовый рынок с отметки 24300, потому что, думаю, на этом позитиве долго ехать не удастся. И потом, как я уже отметил, мы фокусируемся на продолжающемся сезоне квартальных отчетов, которые еще раз очаруют. Не просто так были пересмотрены прогнозы по прибыли и, собственно, ожидания по выручке за прошлый квартал. Ну и не забывайте про шатдаун. Это еще один важный момент, аспект, на который нужно делать сейчас ставку, потому что неработающее госучреждение, как нами было недавно проанализировано, создает определенные препятствия для правительства США в достижении целевого показателя экономического роста. Очень сильно едут повестки обсуждения, меняются акценты, опять же, с привычных нам новостных посылов на проблематику уже чисто американскую. И этот риск игнорировать не стоит, то, что его не обсуждают, про него ни в коем случае нельзя забывать. Друзья, это проблема, как она есть, очевидная. И, судя по всему, демократы и республиканцы по-прежнему очень далеки от того, чтобы найти общий язык по выделению финансирования на столице-то стены на границе с Мексикой. Евро против доллара 1,1395, вчерашний отчет базовой инфляции не разочаровал, ну и не добавил позитива, 1%, конечно же, очень мало. Рейтерс ставит на то, что пересмотрели прогнозы по росту депозитной ставки, раньше они ожидали, что это произойдет в третьем квартале, сейчас уже с учетом ухудшившейся экономической конъюнтуры, рисков, опасений для роста экономики еврозоны, пересмотрели ожидания по повышению ставки уже на четвертый квартал. Я уверен, что позже в этом году прогнозы съедут уже и на 2020 год. Ну а по фунту мы, собственно, начали с именно этого актива, брифинга, 1,2980 сейчас котировки, я держу по-прежнему короткие позиции, я жду вот этого плана B от Терезы Мэй, и пока что в него не верю, друзья, и вряд ли изменю свои позиции, не увидев подробностей и того, что она планирует делать дальше. Если, как уже было отмечено, действительно Тереза Мэй сделает акцент сейчас на попытку выиграть время, чтобы продолжить переговоры, ну, может быть, на следующей неделе я рассмотрю фунт с точки зрения роста. Пока до понедельника держу короткие позиции, и думаю, что мы даже с учетом текущих котировок имеем очень большие шансы закрыть неделю ниже отметки 1,29. Друзья, на этом, собственно, все. Спасибо вам большое за внимание, хорошего закрытия недели, прекрасных выходных, собирайтесь силами. В понедельник я вас, собственно, жду снова на брифинге. Будем в очередной раз говорить о том, что случилось с британцем, что нас ожидает дальше по Брэкзиту. Ну и, конечно же, на рынке и без того будет хватать отчетов, событий, которые нам будет необходимо сделать ставку. Всего доброго, до свидания.